Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль BMW 2006 года выпуска 530-я, полный привод, Е60-й кузов. На этом автомобиле лопнула передняя правая пружина и стала цеплять витком за колесо. Получается, нижний виток лопнул, который упирается в стойку. Это хорошо, удачно все произошло, что тупым концом стало цеплять за резину. Пошел гул, гул такой непонятный. Был похож как подшипник, думали подшипник, хотя неважно какая скорость, только при трогании сразу идет такой, ну как вот протектор резины, когда знаете, цепляет. При нагрузке влево-вправо, когда крутишь влево, он меняется. Поэтому подумали, что подшипник, а приподняли автомобиль и сразу было видно, что пружина. Если бы она лопнула с другой немножко стороны и пружина соскочила бы острым концом, разорвала бы и резину, и диск бы попортила, и упала бы на правую сторону. А так, удачно лопнула. Заказали новые пружины, пружинки вот подошли. Сейчас заменим и слева, и справа. Ну, начнем с правой стороны. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем колеса и откручиваем уже в стойке. Вот поднял. Вот так это все выглядит. Видно, натертое на пружине. Снимаем колесо. Вот и на колесо. След остался. Но проехали совсем мало, поэтому резину не испортили. Ну, как не испортили? В принципе, она зимняя, уже уставшая все уже. Но убить не убить до конца. Сейчас мы откручиваем крепление нижнее, откручиваем нашу стойку стабилизатора от стойки. Ослабляем здесь болт и откручиваем сверху вот этих три гайки. Хорошо, что это замечательный автомобиль BMW, а не Volkswagen, на котором в большинстве своем, чтобы открутить стойку, надо и жабу разбирать. Я думаю, что здесь будет гораздо все легче. Приступаем. Открутил я сверху две гайки на 13. Эту гаечку я ослабил. Также вот здесь я внутри в отверстии вытащил вот эту заглушку резиновую. И ослабил центральную гайку на стойке. Там на 21. Теперь, вот здесь снизу у нас от рычага открутил датчик. Потому что мы будем приопускать, чтобы нам его не повредить. Хотя ход у него большой, но я лучше его откручу. Открутил гайку на стабилизаторе, на стойке стабилизатора. Гайка здесь на 16. Открутил гайку на крепление стойки. Гайка здесь на 18. Теперь мы можем снять вот этот кронштейн, который у нас и провод датчика АБС держит. Тормозной шланг. И можно вытаскивать теперь болт, зажимающий стойку. После того, как мы вытащим болт, забрызгиваем здесь вокруг, чистим ВДшкой. И сзади попробуем немножко расширять. И уже будем снимать ступицу, цапфу со стойки. А после этого уже откручиваем сверху. С камерой немножко неудобно. Камеру убираю. Выбиваем болт. Вывернул колесо вправо. Болт вытащил. Он там на коррозии немножко засел. Вот так вот. Почищу его. Смажу, потом поставлю. Здесь, сзади, в разъем забил отвертку. Несильно, опять же, в распорку. Чтоб только-только стойка начала отходить. Забил перед этим стойку ВДшкой. И вот видно уже, примерно на сантиметр стойка вышла из цапфы. Да, идет легко. При этом смотрим, чтоб у нас датчик, провод датчика не натягивался. И снимаем ее. Да. Хватает длины провода. Вот стойка у нас вышла. Это направляющая для стифта. Отвертку я пока вытаскивать не буду. Мы переберем стойку и, когда вставим, почистим здесь. Потом выдернем отвертку. Откручиваем сверху последнюю гайку. Все. Вот она, стойка. Подшипник целый на стойке. Стойку после этого уже стараемся не ложить. Обслуживаем ее вертикально. Если вдруг придется положить ее, тогда мы потом перед сборкой прокачиваем ее 4-5 раз. И собираем. Опять же, собираем вертикально и устанавливаем. Сейчас одеваем стяжки и стягиваем пружину. Стянул стойку. Вернее, стянул пружину. Но, что еще заметил, вот даже еще след остался отверстия на чашке. А здесь отверстие находится... Вот оно. Это отверстие при сборке должно совмещаться вот с этой пимпочкой и вот с этим отверстием. Это направление установки чашки. Здесь чашка стояла неправильно. Левая стоит правильно. Сейчас схожу, покажу. Вот оно. Отверстие. А вот она резинка. А здесь резинка стояла вот на эту сторону. Взад на кузов. То ли собирали так неправильно, то ли, может, развалка до схождения делали, переставили. Не знаю, но мы поставим так, как должно стоять. Дальше уже поедет проверять развал. Ну, ладно. Пружину стянул. Откручиваем центральную гайку. Здесь вход есть. Вз filming. Готовая комплекта. Гор Lisa. Подписывайтесь. 直接 Пыльник с отбойником разорванный, новый не брал, хозяин привез бэушные, но целые. Вот он виток, который отломался. Сейчас продуваем, чистим. Заряжаем новую пружину в стяжку. Новая пружина у нас шведская. Оил Спринг. Вот такая. Лес Джо Форс какой-то. Лес Джо Форс. Швеция. Номер пружины получается 484-76. Вот она пружинка. По сечению она такая же диаметр. Берем, стягиваем ее и устанавливаем. Одел пыльник с отбойником, стянул пружину, брызгаем резьбу. И одеваем нашу пружинку. Здесь вот конец пружины становится вот в этот резиновый упор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Да, судя по всему этого недостаточно К сожалению, снять не смог Как установил пружину Пришлось идти к соседу Просить помощи Одному было неудобно Сдавливать, сдавливаю Наживить не могу, руки не хватает Начинаешь думать Почему не 7 руки Нажали Через усилитель Опору И наживили гайку Вдвоем элементарно получилось Одному было неудобно Но перед этим Перехватил стяжку на пружине Не на 3 витка А на 4 витка Вот так Сейчас ослабляем Стяжку И снимаем Все, стяжки я снял Устанавливаем Стойку Как я говорил Отверстием к отверстию КОМ Osą Хабар КОМ Нови А Irish Дима Взна КОМ А Провод у нас спереди стойки проходит, поэтому брызгаем ВД-шкой. Грязь почистил маленько. И вставляем штифтами в прорезь. Нужно будет поддомкрачивать ступицу. И вставляем штифтами в прорезь. Теперь мы выдергиваем отвертку. Смазываем болт. Почистил его немножко. И вставляем. Одеваем сзади вот этот кронштейн. И наживляем гайку. Теперь немножко ее подтянем. Ключи здесь на 18. Ключи здесь на 18. Здесь мы подтянули. Выворачиваем на место колесо. И ставим наш стабилизатор. Также брызгаем резьбу. И закручиваем. Гайка на 16. Затем устанавливаем на место датчик. И закручиваем гайку. Головка на 10. Сзади держим. Ключиком на 10. Все. Протягиваем стабилизатор. И протягиваем стойку. Все. Стабилизатор мы протянули. Теперь сверху мы затягиваем три гайки на 13. И затягиваем центральную гайку. Здесь желательно два ключа. Чтобы шестигранником держать центральный шток. И уже накидным ключом затянуть. Протягиваем. Закрываем колпачок. Устанавливаем на место колесо. И на этом мы замену пружины с правой стороны закончили. Аналогичным образом мы меняем с левой стороны. Потому что пружины меняются только парами. И на этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует...